В последние годы во всем мире растет число людей с сахарным диабетом. У большинства из них диагностирован диабет второго типа. К сожалению, немало людей, страдающих с сахарным диабетом, даже не знают о своем заболевании. Поэтому, принимая во внимание актуальность этой проблемы, Всемирная организация здравоохранения объявила диабет эпидемией 21 века. В столице прошла международная научно-практическая конференция на тему современного управления с сахарным диабетом. Мы сегодня, проведя в Узбекистане скрининговые исследования у лиц выше 40 лет, которому были подвергнуты 2,5 миллиона населения, из них выявлено 50 тысяч больных с сердечно-сосудистой патологией, 55 тысяч больных с ожирением и 25 тысяч больных с сахарным диабетом. Это огромная цифра. Сахарный диабет, он никогда не протекает один. Он ассоциирован всегда с высокой кардиоваскулярной смертностью, с ожирением и очень серьезными этими последствиями. Поэтому наша главная задача, наш главный подход, мы сегодня должны довести до наших врачей, до наших специалистов, эндокринологов, кардиологов и врачей широкого профиля, что мы должны превентивно работать. Данная конференция, организованная совместными усилиями республиканских специализированных научно-практических медицинских центров эндокринологии и кардиологии, собрала специалистов по этому направлению из регионов нашей страны и ведущих зарубежных ученых. Мероприятие организовано с целью ознакомления с новейшими достижениями в области эндокринологии, обмена опытом, развития международного сотрудничества и совместного обсуждения актуальных проблем отрасли. Давно уже существует сотрудничество между врачами, кардиологами, эндокринологами Узбекистана и России, которые помогают как раз в этой категории высокого риска выделить группы, которые наиболее нуждаются в проведении профилактических мероприятий, которые направлены на здоровье сбережения страны, наших стран и на продление жизни населения наших стран. Поэтому, участвуя в этой конференции, мы, конечно, посвящаем наши доклады тому, каким образом снизить смертность при сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваниях, каким образом повлиять на изменение качества жизни этих пациентов, как продлить жизнь наших пациентов, которые перенесли уже какие-то сердечно-сосудистые осложнения при сахарном диабете, ожирении и другой патологии. Как было отмечено, в последние годы особое внимание уделяется оказанию качественной медицинской помощи в направлении эндокринологии и дальнейшему развитию этой службы. В частности, приняты ряд указов и постановлений главы государства, направленных на дальнейшее совершенствование отрасли. А в практику медучреждений внедрено немало современных методов диагностики лечения эндокринных заболеваний. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии считается основным учреждением в нашей стране в этом направлении с вертикальным управлением и за последние годы добивается больших успехов в оказании населению высококвалифицированной эндокринологической помощи на уровне мировых стандартов. Центр состоит из таких отделений, как тиреоидная патология, кардиодиабет, диабетическая нефропатия и гемодиализ, нейроэндокринология, детская эндокринология, гнойные осложнения сахарного диабета, репродуктивная эндокринология и имеет более 300 мест. Поликлиника в составе учреждения рассчитана на прием до 400-500 пациентов в день. Центр оснащен всем современным диагностическим оборудованием, таким как лаборатория ихлоанализаторов, рентгеновский денситометр, МСКТ. Ежегодно специалистами центра выполняется более 2500 хирургических процедур. Кроме того, реализуется ряд программ, направленных на совершенствование системы профилактики эндокринологической патологии, включая выявление и лечение сахарного диабета на ранних стадиях, его профилактику, снижение его хронических осложнений, дальнейшее улучшение качества жизни пациентов. В результате создается возможность оказания квалифицированных медицинских услуг населению даже в самых отдаленных регионах нашей страны. На конференции также были заслушаны лекции отечественных и ведущих зарубежных специалистов по актуальным темам. Также участники мероприятия обменялись мнениями и опытом по актуальным вопросам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова